МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости Центральный регион. Как модернизируют действующие и где построят новые, узнаем об оснащенности клиник в непростой эпидемиологический период. Поговорим о спортивных объектах, которые появятся в Дзержинске и Старых дорогах. И как по петелькам подбираемся к новогодним праздникам, чем украшают елки Несвежского замка. О самых интересных и важных событиях Минской области вам расскажем мы, Ольга Медведь и Павел Лазовик. Смотрите выпуски. Возможности медицины во благо здоровья. Новейшим оборудованием оснастили в этом году больницы и поликлиники Минской области. Внедрение инноваций и поддержка перспективных стартапов. В Великом Камне создает Китайско-Белорусский Центр содействия научно-техническим достижениям. Больше спорта в регионы. Новые физкультурно-оздоровительные комплексы построят в Дзержинске и Старых дорогах. Встретить год быка на природе. Новогоднюю сказку готовит Центр экотуризма Станькова. Электровелосипеды и самокаты, медицинские маски и тест-системы. Список резидентов Китайско-Белорусского индустриального парка увеличивается. А вот за последний месяц присоединились два новых проекта. Всего же в составе парка уже 67 компаний из 14 стран мира. Наряду с транснациональными корпорациями поддерживают Великом Камне и перспективные стартапы. Для их развития до конца года откроют Китайско-Белорусский инновационный центр содействия трансформации научно-технических достижений. Продолжить тему Елена Витко. Данное оборудование позволяет нам проверить качество нашей продукции. Показатели выйдут на экран и мы сразу увидим, насколько маска защищает. На БФЕ, бактериальную фильтрацию. И это высокая степень защиты. Для изготовления масок здесь используют мельблаун. До этого они тканый фильтрующий материал в Беларуси не производили. Сейчас же компания-резидент индустриального парка «Великий Камень» в сутки выпускает 100 тысяч медицинских масок и 50 тысяч респираторов. У нас есть трехслойные маски. Так как мы ориентированы на медицину, есть еще четырехслойные модели масочек. Они рассчитаны практически на 8 часов. Медику очень хорошо дышатся в них, легко. Есть модели также третьего класса защиты, которые сейчас очень актуальны, с клапанами. Есть формовочные модельки. Продукцию реализуют на белорусском рынке, но есть запросы и на экспорт. И Германия, и Швейцария с нами связалась. И Польша, Эстония тоже выявила интерес на покупку данных изделий. Запросы из Европы очень большие. И на сегодняшний день, да, мы планируем расширяться. У нас уже есть линии дополнительные по респираторам, линии по маскам медицинским, а также дополнительные линии по мельглаву. В процессе запуска линия по формовочным респираторам. То есть это новая линия, которая будет сделана в Республике Беларусь. И будет сделана полностью из белорусских деталей. И, в принципе, иметь форму, которая будет разработана нашими дизайнерами. Объемы продукции увеличат уже к середине декабря. Ежедневно с линии будут сходить 300 тысяч масок и около 100-150 тысяч респираторов. А вскоре в Великом Камне будут выпускать реагенты для лабораторных исследований. Новая компания «Резидент» планирует производить тест-системы для выявления в том числе и коронавирусной инфекции. Тема медицины, тема развития фармации, биотехнологии, области здравоохранения для нас становится действительно актуальным. И в свете последних событий, и в свете того, что у нас в парке уже образуется, можно сказать, такой определенный кластер в этом направлении. Среди трендов экономики, будущего и электротранспорт. Сейчас в индустриальном парке выпускают суперконденсаторы для электробусов и бесконтактные троллейбусы. А недавно список «Резидентов» пополнили еще две компании. Специализируются на производстве электросамокатов и велосипедов. Активно развивается и машиностроительный кластер. Два очень интересных, я бы сказал, важных проекта именно для нашей страны. Это «Мазвичай», которая организовала выпуск двигателей для нашего Минского автомобильного завода. И для этого же предприятия, и не только, кстати, у нас в этом году запускается второе тоже совместное предприятие, «Фастгир», вместе с Минским автомобильным заводом организовали выпуск сверсильных коробок передач, 6, 9, 12-ступенчатых, в том числе, вот опять хочу обратить внимание на запуск уже в этом году проекта «Зум Леон», который будет выпускать храны тоже большой мощности, 60 тонн, тоже такой продукции пока у нас не выпускалось. Импульсом для появления компаний-инноваторов станет открытие инновационного центра. Прогрессивные идеи там будут доводить до коммерческой реализации. Инновационный центр – это около 19 тысяч квадратов. В само здание построено оформление знака бесконечности, и это символично. Перспективным стартапам здесь предоставят площадку для работы, поддержат и сотрудничество ученых. Работать будут по нескольким направлениям. Цифровизация в производстве, разработка новых материалов, био- и экотехнологии. Завершить строительство центра планируют до конца года. Елена Витко, Дмитрий Чумак, новости, Центральный регион. От промышленности к высоким технологиям в медицине. Больницы и поликлиники Минской области в этом году переоснастили новейшим оборудованием. Это и столь востребованные сегодня компьютерные томографы, и ангиографические комплексы, незаменимые в хирургии, плюс рентгенодиагностические аппараты, маммографы и многое другое. В непростых эпидемиологических условиях медицинская техника не только облегчает труд врачей, но и спасает человеческие жизни. Как модернизируют действующие, где построят новые клиники, о развитии здравоохранения Центрального региона, репортаж Алексея Кондратенко. Жодино по праву может гордиться не только своими результатами в промышленности, а в этом году БелАЗы экспортировали в 22 страны. Есть и еще одно не менее весомое достижение. За последние годы население города машиностроителей выросло более чем на тысячу человек. Демографический рост подтолкнул к строительству новой детской поликлиники. Здание, выполненное по индивидуальному проекту, рассчитано на 300 посещений в смену. Здесь будут кабинеты с самым современным оборудованием, включая стоматологию, лабораторное, физиотерапевтическое, а также диагностическое отделение. Новоселье к осени 2021-го. Большой блок будет занимать и отделение реабилитации с бассейнами двух уровней для детей разного возраста. Это поликлиника, которая будет оснащена современным информационным оборудованием. То есть там будет все сделано так, чтобы мы перешли на рельсы электронного здравоохранения с момента открытия этой поликлиники. Обновляется сегодня и Борисов. Это и новая уже шестиполосная главная улица города, новый мост через Березину. Модернизируют и местную больницу. И здесь один из акцентов также на детском здравоохранении. Маленьких жителей не только Борисова, но и детей из соседних городов скоро примет новый многопрофильный корпус центральной районной больницы. Здание рассчитано на 116 мест. За строительством последуют отделочные работы. А в следующем году самый главный этап – закупка и установка медицинского оборудования. Отделение анестезиологии и реанимации для детей и новорожденных. Это все будет на первом этаже располагаться. Вспомогательные диагностические службы, включая рентген-кабинет, эндоскопическую службу, функциональную диагностику. Здесь будет расположено отделение для новорожденных с куевезами. На четвертом этаже разворачивается отделение физиотерапии. Среди актуальных приобретений – второй в городе компьютерный томограф, а также ангиографический комплекс. Это своего рода хай-тек, обследование и хирургического вмешательства на сосудах. Понаблюдать за самой операцией по устранению последствия инфаркта миокарда нам удалось только издалека. Соблюдение мер безопасности превыше всего. Выполнена коронарография. Выяснено, что одну из артерий закупорилась тромбом. Ранее такой пациент должен был поступать в республиканские центры, либо, как и в мире, областные, в которых выполнялись более сложные вмешательства. Это было нужное вмешательство кардиохирургов. Это открытое торакотомия. Это болезненное, это более длинный этап. Болели люди более месяца. Здесь в течение недели человек может уйти своими ногами и вернуться к полноценной жизни. Увидеть, что из себя представляет сам ангиографический кабинет, мы смогли в Молодечно. В этом городе совсем недавно появилось аналогичное новейшее оборудование. Современные медицинские технологии разного профиля в этом году пришли на службу и в клиники областного формата. Закуплен комплекс оборудования офтальмологического для Минской областной детской больницы. В Минском областном клиническом роддоме установлен маммограф. Уже в ближайшие годы на карте Минской области появятся и новые учреждения здравоохранения. Среди них поликлиника в Боровлянах, больница в Заславле и новый хирургический корпус Минской областной клинической больницы. Алексей Кондратенко, Александр Берецкий и Виталий Селявка. Новости. Центральный регион. А вот поддерживать себя и свой организм здоровым можно и физкультурно-оздоровительных комплексах. В Минской области в ближайшие годы построят новые центры в Держинске и Старых Дорогах. Подойдут они и для занятий профессиональным спортом. В качестве ориентира новейший такой объект в городе Мариногорка. Его открыли этим летом. 25-метровый бассейн с шестью дорожками, отдельная плавательная зона для детей, а также борцовские и тренажерные залы сходу стали востребованы у жителей райцентра. К слову, с оборудованием помог и Национальный олимпийский комитет страны. Сторонники ЗОЖ стараются заниматься соблюдением противоэпидемических мер. Впрочем, именно спорт и фитнес считают лучшей профилактикой любых заболеваний. Работаю на двух работах, у меня двое детей. Но, тем не менее, полтора часа, скажем так, три раза в неделю я могу найти на тренажерный зал. И прихожу сюда, занимаюсь. Тренажерный зал – это какой-то смысл, это придает мне тонус, энергию. Добавлю, что в аквамарине, а именно так называется ФОК, в Мариной Горке занимаются ребята из Пуховической детско-юношеской школы Олимпийского резерва. Здоровый образ жизни и Новый год поможет встретить с улыбкой. К новогодним праздникам готовятся не только наши улицы и торговые центры. Вот для тех, кто мечтает встретить первые минуты наступающего года быка на природе, колоритную новогоднюю сказку готовит Центр экотуризма в Станьково. Обитатели из-за осады уже подготовили к морозному сезону. Закрытые домики в вольерах наполнили соломой. Некоторым экзотическим животным включили подогрев, но главное – запаслись кормом на зиму. Дикие питомцы с нетерпением ждут встречи с гостями в канун главного праздника года. Илья Цветков следил за подготовкой к чудесам. У всех обитателей за осады Останьково с наступлением зимы образ жизни становится размеренным. На заснеженном поле пасется семейство осторожных оленей, хозяйничают лисы, задумчиво по своим вольерам гуляют тигры, а по соседству отдыхает медведь. Все они готовы к приходу настоящих морозов. Апартаменты четвероногих обитателей из-за осада уже утеплили. Закрытые домики в вольерах наполнили соломой. Некоторым экзотическим обитателям включили подогрев. У нас звери все, можно сказать, наших широт, которые к этим зимним условиям подготовлены уже и самостоятельно. Не боятся морозов. Утепляем будки, где они проводят зимовку. Если морозы сильные, они зарываются в сено, в солому. Самая главная подготовка к зиме – это обеспечение кормами. Кормами мы на зиму заготовлены полностью на 100%. Ну и периодически будем их пополнять. А вот пернатые из тропических широт, африканские страусы и эму к нашему климату приспособились идеально. Спят прямо на снегу. Чтобы избежать переохлаждений и простуд, в холодный период животных регулярно осматривает ветеринарный врач. Осмотры у нас проходят не только зимой, но и каждый день. Если мы видим, что что-то не здоровится животному, то принимаем меры. Ветеринарный врач у нас осматривает, делает выводы соответствующие. Ну и смотрим, чем нужно помочь этому животному. Неразлучные друзья – медведица Василиса и собака Анфиса – уже своего рода талисманы агроусадьбы. Все время они проводят вместе в одном вольере и всегда охотно развлекают туристов. Новогодние праздники – любимое время у всех. А вот медведица Василиса бодрствует на протяжении всех трех самых холодных месяцев года. Она не уходит в спячку, по словам специалистов. Делает она это, потому что ждет новогодних подарков от посетителей. Ее любимое лакомство – это шоколадные конфеты. В центре экотуризма уже приступили к украшению усадьбы. Посаженную четырехметровую живую ель тоже нарядят в канун главного праздника года. Александр, ну расскажите про новогоднее дерево, которое появилось здесь. Да, в этом году свершилась наша долгожданная мечта. И мы посадили елочку настоящую, живую. И она дала уже свой прирост. Поэтому будем в этом году под живой, настоящей, голубой льелью справлять Новый год. Для маленьких посетителей Станькова и их родителей уже подготовили сказочную программу. Игры на свежем воздухе, конкурсы и подарки от Деда Мороза и Снегурочки. Мы готовимся, и наша резиденция Деда Мороза будет рада видеть всех детей, всех желающих. Мы будем проводить новогоднее представление. Поэтому приезжайте обязательно, будет интересно. Дед Мороз со Снегурочкой всегда встретит вас. Новогодние экскурсии в мир рождественских праздников с агроколоритом в Станьково уже добрая традиция. В этом году зимнее сафари приглашают с 23 декабря. Илья Цветков и Иван Мартынович, Новости, Центральный регион. И к праздникам самое время ставить новогоднюю елку. Кстати, я уже успел нарядить свою. А я пока нет в процессе подготовки. А вот родовое гнездо родивейлов к волшебству уже готово. Ежегодно Несвежский замок украшают более двух десятков зимних деревьев. А в этом сезоне замковые комнаты дополнила еще одна елка шарами из ирландского кружева. Красиво звучит коллекция изысканных украшений. Это подарок мастеров из России, Украины, Латвии, Канады, Польши, Беларуси. Каждый шар неповторим. Они созданы вручную и украшены жемчугом, бисером и стразами. А рассмотреть каждый элемент елки можно в белом бальном зале Радивиловского дворца. Особенности этого вида кружев и традиции новогодних праздников магнатского рода. Петелька к петельке. В сюжете Лариса Гуликевич. Каждая праздничная елка в Радивиловском дворце украшена по-своему. В женском зале изящное белое, в часовне исключительно рождественский декор. В охотничьем зале не только трофеи, гордость представителей Радивиловской династии. Тут и заснеженный камин, гирлянды и канделябры, правда, электрические. Несвежский замок готовится к Новому году. А раньше Радивилы на Рождество устраивали здесь пышные балы, карнавалы и фейерверки. Кстати, знаменитый пани Каханку в 18 веке угощал своих гостей, которых было не менее 300, не только разными явствами, но и пикантными шутками, среди которых елка-перевертыш на потолке. По мнению музейных работников, такая елка-перевертыш могла красоваться в одном из праздничных залов дворца. Этой елочке три года, и она, кстати, каждый год совершенствуется, каждый год наши дизайнеры придумывают что-то новое, особенное. И по своему опыту могу сказать, что эта елочка больше всех других нравится нашим гостям. Радивилы славились чувством юмора, щедрыми застольями и в целом стилем жизни с размахом. Документально известно, что пани Каханку любил летом кататься на санях по белой соли, а зимой устраивать веселые праздники с народными играми и аттракционами. Пани Каханку – это по-польски, по-русски милый друг. Нам точно известно, что на Рождество 1780 года он в замок из Риги заказал для своих гостей полторы тысячи бутылок шампанского, 200 бутылок рейнского, 300 бутылок бургундского вина, три огромные бочки английского пива, 15 бочек маринованных и свежих устриц, тысячу фунтов свечей и неизжислимое количество бочек с порохом для того, чтобы запускать фейерверки. А вот княгиня Мария де Костелян-Радивилл в конце 19 века украшала не только архитектуру замка живописными парками со статуями и водоемами, которые впечатляют и сегодня. Ее модные по тем временам наряды отличались изысканным кружевом, и оценивалось оно не меньше, чем ювелирное изделие. А недавно в Магнатском замке появились изделия с ирландским кружевом работы уже современных мастеров. Необычная восхитительная елка появилась в белом бальном зале Радивилловского дворца. Самое главное здесь – это шары, которые вручную сплетены ирландским кружевом. И это является главным атрибутом всей этой елки. Авторские шары буквально вывязаны вручную. Они инкрустированы драгоценными камнями, стразами, бисером и жемчугом, а крепления сделаны из драгоценных металлов. Коллекцию таких уникальных елочных украшений Несвежский музей-заповедник получил в подарок к новогодним праздникам. Думаю, что Радивиллы всегда шагали в ногу со временем и позволяли себе все самые модные тенденции, которые были в Европе. Я думаю, что ирландское кружево вполне могло бы быть на елках в этом дворце. Кружевницы из шести стран, среди которых Россия, Украина, Латвия, Польша и Канада, свои хрупкие и изящные изделия прислали по почте. В международный творческий проект всех объединила белорусский мастер Ольга Старостина. Ирландское кружево – это самый уникальный вид ручного вязания. Конечно, оно очень похоже с тем, что делали наши бабушки, потому что работает крючком. Я считаю, что ирландское кружево сегодня серьезным, современным искусством. Почему? Потому что это единственный вид кружев, который машина повторить сегодня не может. Такой подарок Несверскому дворцу Ольга мечтала сделать давно, ведь сама родом из этих мест. А вязать крючком ее научила бабушка еще в детстве. Есть такое поверье, что женщина, которая занимается ирландским кружевом, она сплетает с себе счастливую жизнь. Участники новогодних квестов, которые ежегодно проводятся в Несверском музее-заповеднике, смогут насчитать более 20 новогодних елок. А совсем скоро во дворце у главного входа в замок появится и самое величественное зимнее дерево. Лариса Гуликевич, Дмитрий Горкуша. Новости. Центральный регион. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА